Всем привет! И вы на канале Живая Планета. Сегодня мы поговорим о самом страшном, огромном и хищном динозавре, который когда-либо проживал в Северной Америке в Юрский период. Хочешь знать, кто это? Погнали! Итак, если кто не понял, этот динозавр называется Аллазавром. Аллазавр с латынского переводится как... Что? Правильно! Иной ящер. На голове у Аллазавра было два небольших рога. Предположительно, вот эти рожки защищали глаза Аллазавра от солнечного света. Хотя странно, что таких рожек нет у других динозавров. Но все же, точное предназначение этих рожек так до сих пор остается загадкой. Еще у этого хищника довольно были развиты передние конечности. Он мог удерживать ими добычу. Также пасть Аллазавра заслуживает внимания. Она открывалась куда больше, чем у Терекса. Даже если брать, что Тераннозавр больше Аллазавра, все равно на фоне Терекса Аллазавр выглядел более универсальным. К тому же, прибавьте еще к этому, что Аллазавр мог бегать со скоростью 35 км в час. То есть, он мог с легкостью догнать или обогнать такого динозавра, как Трицератопс. И мог с... а не говоря уже о Тераннозавре. Да, если вы хотите про Трицератопс больше информации, то можете посмотреть мой ролик «Вся правда о Трицератопсе» или ролик, который две недели назад вышел. Ну, смотрите, ставьте лайки и все такое. В общем-то, дальше. Еще однозначный плюс Аллазавра – это хорошее зрение. Он мог хорошо определять расстояние от себя до добычи. Такое определение расстояния очень важно среди хищников при охоте. Также Аллазавр мог, опять же, повторяюсь, быстро бегать. И 35 км в час – это только средняя скорость. Самый быстрый, здоровый Аллазавр мог бы, наверное, разогнаться до 50. А еще его размеры тоже заслуживают отдельного внимания. Длина Аллазавра достигала 10 метров. Высоту он был 3 метра и весил примерно 2-3 тонны. Но самый крупный Аллазавр был в длину 12 метров, в высоту 3,5 метра и весил 4 тонны. Это очень даже немало. Это даже больше, чем Заурфагонакс, противник Аллазавра, который жил в одно время и в одном месте с Аллазавром. Кстати говоря, о месте обитания Аллазавры жили на территории современной Северной Америки, а также России. Российские динозаврики. В общем-то, Аллазаврик наш был россияним чем еще? Поэтому он охотился на стегозавров, которые тоже, кстати говоря, могли жить в России. Также Аллазавры могли проживать на территории Монголии и Северной Америки. Особенно их было много в Северной Америке. Они были там самыми многочисленными хищниками. Да и травоядных там было очень много. Надеюсь, вам понравился данный ролик. Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, поставьте лайк. Всем удачного дня и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok